2 за 400 взяли и довольны остались Всем привет, это Влад И сегодня я хочу вам рассказать историю про то, как я заработал свои первые деньги А если точнее, то я вам ее покажу Я решил повторить свой опыт Три года назад я был студентом Простым студентом, я жил в общаге Дашка у меня жила в Саратове, я жил в Москве И я начал понимать то, что Все, ну наступает уже такая взрослая ответственная жизнь И мне нужно как-то выкручиваться У меня тогда, мне родители помогали деньгами Своих денег у меня не было И вот очередной раз ко мне приезжает Дашка в гости И я понимаю, что у меня хватает, ну там, на кинотеатр Ну и еще что-то, еще вот заначка, еще чуть-чуть на пожить И как бы и все И ко мне в голову приходит идея Ну прикиньте, мы нашли иголку в стоге сена и сейчас Такая авантюра И что самое интересное, я втягиваю в эту авантюру Дашку В прошлый раз, когда я это делал, она на меня так сильно злилась, вы не представляете Даша, ты на меня сейчас злишься? Она была не совсем довольна, потому что она не понимала, что происходит И зачем мы все это делаем Друзья, приятного просмотра! Для нашей авантюры нам понадобится Деносной принтер Батарея, чтобы он мог печатать без розетки Картриджи и бумага для печати Расходники для магнитиков, о них чуть позже И фотоаппарат друга А, ну и проезд на транспорте Всего мы потратим около 10 тысяч рублей Которые сможем окупить уже за 1-2 дня Мы пришли на место эксперимента Честно, очень сильно волнуюсь Вот это вот люди И сейчас мне нужно будет среди них искать тех, кого я буду фотографировать Потом, кому я буду продавать эти магнитики Главное сделать первую продажу Первая продажа, она очень важна Самое главное, это подобрать нужное место Сейчас мы пойдем к Дашке Мы его подобрали, чтобы все было удобно Чтобы все было комфортно Первую мы сделаем тестовые фотографии Так, отлично Да, надо пристреляться еще Потому что тут фокус Тут, ну, надо привык Сейчас сделаем первые распечатки Получилась первая фотография Дашка, моя умничка Она представляете, 4 года назад Так же вот сидела Но только она очень сильно нервничала Потому что надо было как-то зарабатывать денег Вот вы прикиньте, пока она вырезает Моя задача следить за этими людьми, которых я сфотографировал Чтобы потом успеть их догнать Чтобы потом успеть им продать И еще параллельно следить за другой парой Потому что тут всего распечатывается 4 фотографии Да? Хорошо было бы, если бы по одной он печатал Выдавал и все так Вставил, догнал, продал О! Первый магнитик готов Друзья, как вы поняли Благодаря вот этому принтеру Тогда началась моя, можно сказать, взрослая Осознанная зарабатывательная жизнь Кстати, у нас с Дашкой Получилось заработать за неделю Где-то около 35 тысяч рублей О том, как мы это сделали, я расскажу и покажу А сейчас этот принтер просто лежит на верхней полке Пылится И, в принципе, мы его особо не используем И я решил поучаствовать в акции от Авито И отдать его в хорошие руки Я думаю, что среди моих зрителей Есть реально предприимчивые ребята Которые, вдохновившись моим опытом Также захотят попробовать себя В этом бизнес-эксперименте Ссылку на это объявление я оставлю в описании Там же я распишу какие-то лайфхаки и находки Которые я нашел во время этого эксперимента Если у вас дома есть какие-то вещи Которыми вы уже давно не пользуетесь Вы также можете принять участие в акции от Авито Люди людям Где вы можете разместить свое душевное объявление О той вещи, которая вам уже не нужна Но которая может быть полезна другим людям И самые душевные объявления Попадут на стену в главном офисе Авито В Москве-Сити Вообще, друзья, самое важное Это хорошая история Поэтому делитесь своими хорошими историями А я продолжу свою историю Все, мы разобрались, как это работает Дашка готова? Первые 30 минут оказались самые тяжелые Ты суетишься Начинаешь фотографировать ровно в тот момент Когда человек отворачивается Не успеваешь поймать кадр Или он смазывается Короче, весь мир нацелен против тебя Но Ты должен стать охотником Ты становишься незаметным Никто ничего от тебя не ожидает И в этом твое преимущество И вот Наконец, моя первая попытка Приходится по несколько раз перебегать Чтобы получился хороший кадр Мы как будто в шпионов играем Мне за парой с коляской проследить Вот, теперь задача их не упустить Метров 150 ушли от места В этом основная сложность Очень долго Они уже ушли в Александровский сад Я не знаю, я за ними не пошел туда Вот, а теперь мы бежим, собственно, за ними Вон, бежим их искать Здрасте Извините, пожалуйста Я сделал для вас магнитики Один стоит 300, два 500 Если вдруг вам что-то понравится То можете себе забрать А как вам не жалко, если вы что-то делали? Или вы там просто что-то вытаскиваете? Просто долго за вами бежал Не знаю Если это дорого Вы там не такие красивые Если бы там Один 50 рублей Ну, хотя бы 100 рублей Давай 3 за 100 Возьмете? Ой, ну, за 300 То есть, как каждая по 100 Нет, ну вот тут Нет, одна тут вот эта удачная Вот эта, конечно Вот эти 2 за 200 Нет, тут такой страшный Ладно, давай вот эту за 100 рублей Хорошо? Ну, давай вот эту Давай Спасибо вам большое Все, спасибо вам большое Спасибо Нормальные фотографии надо делать Когда ты делаешь красивые фотографии Тогда сразу берут А вот у меня сейчас Ну, они такие получились Так себе Фоточки Все, я заработал первые 100 рублей Как бы они меня сторговали Ну, сам виноват Потому что фотографии были не очень Но, как бы это первые 100 рублей То есть, это дает понимание Что это рабочая техника Красная площадь оказалась Очень сложным местом Безумно много людей Все идут Все спешат И ты не успеваешь поймать кого-то Вот Влад больше ориентируется На семьи На родителей с детишками маленькими Потому что это самая целевая аудитория Важно ловить красивые кадры А то получаются мазанные Такие, типа, кривые Ну, так нельзя делать Поэтому нужно привыкнуть Растриться, быть фотографом профессиональным Возможно, получится что-то интересное Все, видимо, получились фотографии Влад побежал распечатывать Вот они стоят А там Ленин Где Влад, я не знаю Он что-то, наверное, здесь жил Короче, я добежал до туда Не нашел Ваньку Побежал назад, чтобы взять телефон Ванька тут ждал Как бы фотки получились реально огненные И сейчас нужно попробовать Попробовать их найти Если найдем, то, ну Будем дальше Ну, прикиньте, мы нашли иголку в стоге сена И сейчас попробую подойти Я не знаю, на каком языке они говорят I'm so sorry Do you speak English? Yes? No No English? Russian? Espanol Espanol? Okay I take a photo If you like it You can pay me Some money Yes, you decide How money you will pay me If you like it Gracias Es que ya tenemos mucho Okay It's a present from Russia Really Thank you very much Thank you Это небогатые испанцы Ну, я им подарил один магнитик Сказал, типа, презент от России Они еще по-английски не бельме Я попытался что-то на испанском сказать Они меня не поняли Честно, когда мы в прошлый раз начинали У нас тоже первые дни были, ну, так себе Потому что это что-то новое для организма, для всего И нужно, ну, пристреляться хотя бы день-два Слишком подозрительные чуваки Шоу-интуиция О, нашел О, нашел Снимай Извините, пожалуйста, я сделал ваши фотографии Одно 300 стоит 2 500, если вам понравится и вы захотите Я даже не знаю Вроде красивая У меня просто нет наличных денег Ну, если хочешь, то ты 300 купил Еще нашел вас Нужно быстро работать У вас есть дача? Да, есть, конечно Давай, или две возьмете? Не-не, две, а здесь что-то непонятно Хорошо Все, держите Все, счастья вам, спасибо вам большое Ты где? Все, 300 рублей заработали, я им сдал сдачу Один они у меня не взяли И опять же, потому что некрасивая фотография Хотим попробовать просто подходить к людям Демонстрировать им магнитики и спрашивать О, здрасте Извините, пожалуйста Не надо ничего Нет, ты понимаешь, в чем? Техника как раз в неожиданности В том, что они не ожидают В чем вся суть? В том, чтобы сюрприз делать людям Здрасте Хотите, вот я сфотографирую вас на фоне Кремля Сделаю вам в течение двух минут такой магнитик Одна штука стоит 300, две за 500 Если хотите, как красивую Тут как бы сразу И вы соглашаете, я фотографирую Прямо тут вот сейчас сделаем Если понравится, то Как же вам еще предложить, чтобы вы согласились Наверное, никогда Хорошо, спасибо Не, все, прямые продажи Это вообще не мое Мне нужно сначала сделать ценность Блин, я не продажник Я блогер Ну вот, сразу энергия упала Сразу, когда отказывают Так, типа И даже мне им подарить нечего Чтобы остаться в этом Короче, получилась фотография с историей Вот тут вот Он ее фотографирует А тут она позирует Нужно поулыбаться То есть, главная улыбка Главное подойти Чуть-чуть запыхавшись И сказать им Все, что я думаю Ой, ребят, ребят, ребят Русс Whoever English? No. No? What? It's a picture of you? It's a story? No, thank you. It's a photo of you. No, we don't want to thank you. No, thank you. It's a present from Russia. No, thank you. Present from Russia. No, we don't need it. By heart. Really? No, thank you. It's my present. I photo you, then run here, print it, and take to you to present without money, without anything. Oh, why? Where are you from? Where are you from? From Poland. Poland? Oh, I've never been to Poland. It's from Russia to Poland. Thank you very much. I don't understand, что с иностранцами не так. Они жмутся. Говорят по-русски. Подарок, говорю. Возьмите. Он говорит, нет-нет-нет, говорю. By heart. Я. Работал, говорю. Печатал, потом бежал, это, потом догнал. Ладно, ребят, ну вы понимаете, да, то, что это не просто. Это тоже работа, да, где есть отказы, где есть, ну, вот не угадал. Представляете, то, что я не угадал, что они у меня купят? Минус 20 минут и, как бы, минус энергия. И минус вера в себя, то, что у меня получит. Я не знаю, честно, я не знаю, как я тогда, поскольку, по 12, по 15 тысяч в день делал. Но я тогда бегал, как... Я тогда был очень голодный. Мне очень сильно хотелось заработать день. Ладно, Дашку мы отпустили. Едем с Ваньки сейчас на БДНХ. Именно здесь начался мой бизнес по фотографированию. Здесь все понятно, в отличие от Красной площади. Если люди фотографируются здесь, они потом идут туда, и, значит, мне надо бежать туда. И, в принципе, я их там найду. Через этот опыт я понял одну очень крутую штуку. Вокруг меня по жизни огромное количество возможностей. Так и здесь. Каждый человек — это возможность. И только я принимаю решение прямо сейчас. Либо я хватаю эту возможность, либо выжидаю следующую. Каждый мой провал дает мне понимание, что не стоит делать в следующий раз. Например, не стоит делать плохие фотографии, не стоит подходить к определенному типу людей и так далее. И у меня вырабатывается некая чуйка. То есть с каждой новой попыткой мои действия становятся все точнее, точнее и точнее. Вы представляете, три года назад у меня получалось делать до семи продаж подряд. То есть я выбирал очень точно, очень нужных мне людей. Делал им приятную приятность в виде магнитиков на холодильник, за что они были готовы с удовольствием мне заплатить. Главный принцип, которым я сейчас пользуюсь — это делать как можно больше попыток и повышать уровень качества этих попыток. Все. Все, давай. Короче, ладно, пойду попробую продать. Подешевле давай. Давай две за триста. Две за триста давай. Да? Ура, спасибо большое. А у меня ей больше нету, вот у меня 250. Да? Ну ладно, спасибо вам большое. Все, папа! Короче, 250 рублей, у них больше налички не было. Мужик как бы не хотел сразу говорить, а нет, ничего нам не надо, это фотографируйте. А вот мамочки, они любят. Это же эмоция, это прикольно. Я для вас подарок, вы мне очень понравились. Мы тут ходим, фотографируем, зарабатываем, а это просто за бесплатного. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Магнитик на холодильник. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Вы такие красивые, правда. Честно, я бы за бесплатно всем отдал. Это намного приятнее, когда ты просто даришь что-то другому человеку. Они, короче, по левой стороне туда. Давай 500, 1 за 300. Как может 2 за 400? Ну давай. Сегодня хороший день. Могу 2 за 400 ступить. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Все, счастья вам. Всего доброго. Грустно, радостно, не знаю. 2 за 400 взяли и довольны остались. Давайте 2 за 200. Такой день, день хороший. А сделайте нам еще такую за 100. Еще одну такую же? Да, держите. Сейчас это за 100 и еще одну за 100 нам. Вот такую же. Да, хорошо, хорошо. Сейчас сделаем. Сейчас еще одну такую же попросили. На, держи, это подарок. Дети, привет. Это вот так делается. Аккуратненько. Помогай. И прижимай его пальчиком. Все, держи. Денежку давай, ямочка. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Это все не, ну, конечно, и за денег, но и совсем не из-за денег. Смотрите, какая красота. Вас вырезать? Вон они свет. Здравствуйте. Задите, пожалуйста. Я вам сделал 2 магнитика. Если вдруг вам понравится, мы их продаем 2 за 500, 1 за 300. Но можем сторговаться, если вы умеете торговаться. Это 100, это 100. Возьмем. Иначе нет. Ну, я старался, правда, посмотреть. Если, ну, нравится же. Поймали, поймали. Хорош. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Все, счастья вам. Пусть все получится у вас. Все, плюс 200. Тут самое главное, чтобы и человек остался, ну, и счастливым, и довольным. Потому что, ну, я сразу когда подошел, 500 для них дорого было. Они, ну, дорого. А вот на 200 они согласились, и им приятно, и мне приятно. И вот как-то это. Поэтому, ну, чё ж, ну, просто я меньше заработал. Мы были на Красной площади 2 часа, и здесь мы были вот 40 минут. На Красной площади мы заработали 400 рублей, а здесь мы заработали 950 за 40 минут. А, тысячу, тысячу 50 за 40 минут. Если делать с душой, если делать красивые фотографии, если делать искренне, подходить к людям и дарить им счастье, то они, как бы, это же обмен энергией. Они будут отдавать, им не жалко отдать денег. Потому что это эмоции. Они, ну, все мы живем ради эмоций, мне кажется. Каждый свою реальность может собрать сам под себя. Да. Поэтому, если у вас есть принтер и фотоаппарат, ещё немножко вот навыков, чтобы могли побегать, то в принципе… Ноги. Ещё ноги. Вы уже можете зарабатывать. Когда меня прижало, и Дашку нужно было перевозить в Москву, и ты не знаешь, как вообще заработать денег, потому что ты вроде бизнесмен, а… Нет, мы тогда начали уже что-то делать. Да, мы тогда только начинали и вот искали эти идеи. Есть ещё один способ, способ заработка. Вон, девчонки лазают по бассейну, по фонтану и собирают монетки. Ну, каждый зарабатывает как может. Тут можно ругать меня или там не ругать. Ну, деньги просто не даются. Нужно, как минимум, вкладывать в эту энергию. А если это ещё позитивная энергия, то они у вас будут. Поэтому, как-то так. Пойдём домой. Напишите в комментариях, как вам понравилось это видео. Друзья, если вы вдруг будете пробовать такую же штуку, ну, как есть, это нелегально, это неправильно. Если вас поймают, то, ну, поймают. Я это делал на свой страх и риск. Ну, и у меня получилось. Поэтому будьте просто аккуратны и всегда будьте внимательны, когда вы что-то делаете. И ещё. Я сейчас буду новые форматы вводить. Поэтому задавайте свои вопросы, и я по мере возможностей буду на них отвечать. Мир полон возможностей. Главное вовремя их хватать и делать это как можно чаще. Тогда всё будет получаться быстрее. Это был Влад. Пока-пока. Да, конечно. ПАСНОТ